на канал за гет поступил вопрос если польза самому молящемуся когда он молится за другого скажу так что молитва издыхание души и молитва вообще проявление духовной жизни если мы молимся значит наша душа как бы дышит она живет живет духовную жизнью жизнь духа душа молящийся всегда приближается к богу и вообще у нас единственный способ приблизиться к богу это молиться если мы не молимся мы богу никаким образом другим прилиться не сможем если польза если молимся с других ну во первых сама молитва является великой пользы как мы уже говорили с моим душевным дыханием но польза есть еще и в том что мы выполняем заповедь о любви господь говорит что в любви ближнего свой как самого себя и молиться молиться за другого человека это значит выполнять эту заповедь ведь мы молимся и конечно желаем чеку спасение мы желаем ему вразумление желаем ему исцеления а это проявление любви поэтому есть любовь что мы не себе хотим этого даже хотя это необходимо мы забываем как будто по себе мы в этот момент от решаемся от себя и думаем о другом человеке и в этом есть любовь чтобы забыть о себе и сделать все что ближним был лучше чтобы он пришел к христу чтобы он получил здравие а это страна и помогло ему потом в духовной жизни чтобы он избавился от того или иного греха потому что сама не может и надо помолиться о нем надо попросить бога чтобы господь и помог ему поэтому конечно когда мы молимся за другого человека в этом огромная польза но очень важный момент чтобы молясь мы не гордились при этом мы не менили себя какими-то великими молитвенниками какими-то умелыми в молитве знающими и так далее молитва тогда принимается богом когда она смиренна когда мы делаем это от того что сердце наше боли с другого человека когда мы переживаем другого человека бывает когда мы унываем когда мы себя переживаем в этом нет никакой пользы когда мы скорбим сердце и это скорбь является поводом для молитвы за другого тогда в этом есть огромная польза потому что скорбящее сердце смиряющееся сердце по-настоящему молится но и в молитве что еще требуется требуется конечно вера надо никогда не сомневаться что каждое слово молитвы будет услышаны богом господь слышит каждое слово господь знает каждую нашу добрую мысль которая обращена к нему господь принимает всякие наши прошения и надо твердо верить что каждое прошение она богом всегда услышана это аксиома это точно другом быть не может и еще в молитве необходимы неотступность когда мы молимся и вроде бы не видим очевидного и мгновенного результата но молиться надо продолжать и дальше и есть такой закон молитвы неотступности когда мы молимся и делаем это постоянно когда мы молимся и делаем это усердно то есть нужно молиться с усердием и вот такая молитва с любовью сказанная с верой и с усердием с неотступностью всегда богом принимается а господь сказал просите и дано будет вам ищите и найдете стучите и отворят вам так и будем делать как господь нам завещал внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео